Привет, интернет! Средства массовой информации уже посчитали, сколько стоит в рублях реализация послания президента России Федеральному собранию. Если сложить только те необходимые финансовые затраты на долгосрочные проекты и программы, которые были озвучены, получается сумма почти 10 триллионов рублей. Это данные коммерсанта. Напомню, доходная часть бюджета России, например, в 2024 году составит 35 триллионов рублей. Это на все про все. То есть правительству предстоит теперь огромная сложная работа по поиску источников финансирования этих масштабных проектов. Безусловно, президент России в своем послании затронул практически все сферы жизни. Но в конце своего выступления Владимир Путин озвучил, не побоюсь этого слова, судьбоносное решение. По сути, приговор либеральному российскому обществу, зародившемуся в 90-х и начало новой эпохи. Ее можно обозначить так — коренной слом старых элит и формирование новой российской элиты из людей, проявивших себя в ходе специальной военной операции. Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заглух перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. То есть олигархи, возникшие на рубеже веков, либеральная прозападная интеллигенция отправляются в прошлое. Новая элита будет формироваться из патриотов Родины. Причем не тех, кто громко кричал и бил себя в грудь, а кто делом на полях сражений и в тылу доказал свою преданность. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России, достойные люди. Выделим новая элита – труженики и воины. Президент России прямо сказал, что люди, проявившие себя в ходе специальной военной операции, кадровые военные, добровольцы, гражданские специалисты должны выходить на ведущие позиции. Подчеркнем, ведущие позиции во всех сферах жизни. И прежде всего, в системе образования, воспитания молодежи, государственных компаниях, государственном и муниципальном управлении, бизнесе, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные общественные проекты. Тем самым президент обозначил грядущие масштабные кадровые изменения в российском государстве. И по всем приметам они будут происходить стремительно. Судите сами, послание было оглашено 29 февраля, а уже с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, сражающиеся в действующих частях, могут подать заявление на участие в специальной программе подготовки кадрового резерва «Время героев». И, скорее всего, скоро главным вопросом при приеме на любую руководящую должность будет вопрос «А что вы делали в ходе специальной военной операции?». Таким образом, стране пришло время новых героев, которым, по словам президента, можно передать в будущем и доверить Россию.